Здравствуйте, дорогие ребята! Мы начинаем урок математики в пятом классе. Тема нашего урока – угол, градусная мера угла. Цель обучения, которую мы должны достичь на данном уроке, это решать задачи на нахождение градусной меры углов и на сравнение углов. Цели нашего урока – повторить понятие угла и меры его измерения. Виды углов – острый, прямой, тупой, развернутый. Закрепить знания, умения и навыки решения задач на нахождение меры угла и на сравнение углов. На уроке вы должны повторить правила использования транспортира при измерении величины угла. Научиться решать задачи на измерении углов. Научиться сравнивать величины углов по их градусной мере и по их изображению на чертеже. Что же такое угол? Угол – это фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки. Градус – это угол, равный одной сто восьмидесятой части развернутого угла. Положительное число, которое показывает, сколько раз градус и его части укладываются в данный угол, называется градусной мерой угла. Для измерения углов используется такой чертежный инструмент, как транспортиж. При решении задач на уроках математики и в дальнейшем геометрии углы обозначают либо тремя буквами, тогда в центр ставят вершину угла, либо двумя лучами. На первом чертеже у нас угол обозначен тремя точками. Угол АОП равен 150 градусов. На втором чертеже угол обозначен двумя лучами, исходящими из одной точки О. Угол ЭШК равен 40 градусов. Одна шестидесятая часть градусов называется минутой. Одна шестидесятая часть минуты называется секундой. Минута обозначается символом апостроф. Секунда – двойным апострофом. Запись на экране следует читать следующим образом. 60 градусов 33 минуты 17 секунд. Равные углы имеют равные градусные меры. Меньший угол имеет меньшую градусную меру. Развернутый угол равен 180 градусов. На первом чертеже угол ПК с вершиной в точке С является развернутым и равен 180 градусам. Неразвернутый угол меньше 180 градусов. Угол АОБ неразвернутый. Углы принято делить на прямые, острые, тупые. Прямой угол – это угол, величина которого равна 90 градусам. Прямой угол можно измерить не только с помощью транспортира, но и с помощью линейки в виде треугольника. Острый угол – это угол, величина которого меньше 90 градусов. Тупой угол имеет величину больше 90 градусов. Посмотрим на транспортир. Мы видим, что угол АОБ разделен лучом ОС на два угла, величины которых нам известны. Угол АОБ равен 40 градусов, а угол СОБ равен 120 градусов. По транспортиру величина угла АОБ равна 160 градусов. Но если сложить известные нам углы 40 градусов плюс 120 градусов, мы также получим 160 градусов. Значит, если луч делит угол на два угла, то градусная мера всего угла будет равна сумме градусных мер этих углов. Решим задачу. Мы видим на транспортире несколько углов. Определим величины необходимых нам углов. Итак, смотрим угол НОБ. Все три точки лежат на одной прямой, а значит, угол НОБ развернутый. Величина угла НОБ равна 180 градусов. Угол ВОА. Так как точка В находится правее всех остальных точек, то будем на транспортире смотреть нижнюю шкалу. И мы увидим, что угол ВОА равен 45 градусов. Угол ВОА равен 70 градусов. Угол ВОК равен 90 градусов. Угол ВОП равен 135 градусов. Угол ВОА будет равен разности углов НОП и НОД. Угол НОП у нас равен 45 градусов, а угол НОД – 20 градусов. Значит, угол ДОП равен 25 градусов. И угол НОД равен 20 градусам. Решим задачу. На чертеже угол АВС разделен лучом ВД на два угла, величины которых равны 45 градусов и 30 градусов. Найти величину угла АВС. Мы уже знаем, что если угол разделен лучом на два угла, то его величина будет равна сумме этих углов. Угол АВС равен угол АВД плюс угол ДВС. 45 градусов плюс 30 градусов. То есть угол АВС равен 75 градусов. Следующая задача. На чертеже видно, что угол СОД прямой, а значит, его величина равна 90 градусов. Тогда угол СОК будет равен угол СОД минус угол КОД 90 градусов минус 40 градусов или 50 градусов. Нам нужно найти угол СХД, если угол АХВ равен 15 градусов, а угол ВХС равен 35 градусов. Мы видим, что угол АХД развернутый, то есть его величина равна 180 градусам. Тогда угол СХД будет равен 180 градусов минус угол АХВ минус угол ВХС или 130 градусов. Прямой угол ВСР разделен двумя лучами СН и СМ, так что угол МСР равен углу ВСН равен 25 градусам. Определить величину угол НСМ. Угол НСМ будет равен 90 градусов минус угол ВСН минус угол МСР. Значит, этот угол равен 40 градусам. Определите на чертеже равные углы. Назовите больший и меньший угол. Проанализируем изображение. Мы знаем, что равные углы – это такие углы, которые полностью совпадают при наложении. Какие углы соответствуют этому? Правильно! Угол А равен углу Ф, а угол С равен углу К. Какой из этих углов самый большой? На данном чертеже мы видим три острых угла, два прямых угла и только один тупой угол. Значит, тупой угол будет большим. А самый маленький угол – это один из острых углов. Больший из углов – это угол Д, меньший угол В. Задание надо решить при задаче. Спасибо за урок. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...